Ставим себе одни цели, а на самом деле нас все время одолевает прокрастинация, лень, отмазки, отговорки и так далее. Почему это происходит? Это происходит потому, что нету согласия между нашим сознательным «я» и подсознанием. Представьте себе в голове, как голова ваш офис. И в этой голове есть генеральный директор ваш мозг и финансовый директор вашего подсознания. Так вот, генеральный директор приходит и говорит, так, зарабатываем большие деньги, вперед. Большие деньги – это новые возможности, большие деньги – это свобода, свобода – это новые возможности. И уходит. Все сотрудники прибегают к подсознанию, к финансовому директору и говорят, о, шеф сказал, все, зарабатываем большие деньги, все, вперед и так далее. А подсознание говорит, а почему, что шеф сказал? Они говорят, вот шеф сказал, большие деньги – это свобода, а свобода – это новые возможности. А он говорит, а новые возможности – это новые риски, а риски – это проблемы, мы, а проблема это ответственность. А нам нужна ответственность. Мы же неплохо жили. Нормально все вроде жили. Зачем нам новая ответственность? Зачем нам новые проблемы? И все такие сотрудники говорят, ну да. Ну а что шефу-то говорить? А давай шефу мы сделаем так, как будто мы заболели. Давай мы начнем отвлекаться, чтобы его внимание отвлечь. Давай мы отвлекаться начнем на все. А давай мы начнем лениться. И таким образом включаются эти механизмы для того, чтобы человек не достиг своей цели. А почему это происходит? Корень заключается в том, что нету согласия между сознанием и подсознанием. Дело в том, что наше подсознание это рептильный мозг, амигдала, по-моему, называется, который отвечает за наше выживание. И наш эгоизм живет именно там. Оно всегда работает по принципу такому. Я дам тебе энергию, но что мне за это будет? И вот в том, что подсознание отвечает за то, что будет ли у нас энергия и мотивация чего-то достигать. Но оно всегда задает вопрос, а что мне с этого? И вот если подсознание не увидит какое-то благо, кайф, пользу для себя лично, то оно не даст энергию нашему мозгу. Поэтому когда вы ставите цель, нужно четко понимать такую вещь. Ставите цель, делайте действия, достигайте результаты и обязательно надо вознаграждать свое подсознание. Я еще очень часто говорю, что успешные люди это люди, которые превратили достижение цели в привычку. А для того, чтобы выработалась привычка, есть такое кольцо создания привычки. Ставите цель, делайте действия, достигайте результата, вознаграждаете. И дальше у вас самооценка растет, ваше подсознание говорит, о, классно, мозг у нас научился ставить правильные цели, я ему дам на эту энергию. И подсознание видит, что от каждой цели он получает кайф, удовольствие, какие-то бенефиты лично для него. Можно ли покупать дорогую вещь для того, чтобы получить мотивацию? Да, можно, но при условии, что до этого вы уже достигли несколько целей. Это можно делать, как я сказал, как такое промежуточное вознаграждение самому себе за достижение целей. То есть, принцип такой, сначала себе ставите цель, делайте действия, потом вознаграждайте себя. Для чего вы вознаграждаете себя? Для того, чтобы ставить еще большую цель. И вот таким образом, подпитывая, научившись подпитывать свое подсознание, вы раскручиваете механизм и вашу привычку достигать целей. Вот в этом случае это работает. А если вы купите дорогую вещь, которую не можете себе позволить, то она вас деморализует и загонит в депрессию. Потому что увеличит уровень стресса, который у вас уже есть. Нельзя просто так увеличивать стресс, не подкрепляя дофамином. То есть, дофамин – это тот гормон, который стимулирует нас на достижении цели, и он дает удовольствие от достижения цели. А кортизол – это гормон стресса. Когда вы покупаете вещь, и у вас нету большой цели, то вы просто увеличиваете уровень кортизола и загоняете себя в депрессию. А когда есть у вас огромный выброс дофамина, вы видите цель, то покупка, она не вызывает у вас стресс. Она вызывает у вас предвкушение еще большей цели и еще большей...